Я хочу развеять миф, что Эмираты не создают свои собственные концепты. Это неправда. Вот так вот выглядит наш сегодняшний завтрак. Если вы сделаете упор на качество именно этих трех компонентов, любой ваш бургер будет вкусным. Вы себе даже не можете представить, одним из бестселлеров есть наш десерт, наш торт, который мы все с вами ели в детстве. Эх, тепло у нас в Дубае. Вернулись уже из Парижа. После плюс пяти, двадцать пять, кажется, ну просто летней погодой. Добро пожаловать в этот новый выпуск «Сельдобный бизнес». Я хочу его начать с того, чтобы рассказать вам, вы, наверное, заметили, большинство моих выпусков именно происходит в Дубае. Мы снимаем именно здесь, потому что четыре года, как я живу именно в этом городе. Поэтому у вас есть уникальная возможность увидеть, куда стоит ходить, увидеть, как устроен бизнес в Арабских Эмиратах изнутри и также пользоваться моими подсказками, советами, советами моих героев и в том числе пользоваться специальными предложениями, которые наши герои дарят для вас, наши подписчики. Я хочу также сказать, что фишка Дубая в том, что здесь собраны, ну, очень большое количество франшиз. Все успешные заведения, бренды, которые появляются по миру, на самом деле, в скором времени открываются в Дубае в том числе. Поэтому именно здесь, приехав и посетив этот город, у вас есть возможность сразу побывать в топовых местах, которые разбросаны по всему миру. Здесь они все собраны под одной крышей. Но самая интересная штука, я хочу развеять миф, что Эмираты не создают свои собственные концепты. Это неправда. И сейчас мы пойдем в бургерную, которую основали вообще бахрейнцы. Также мы посетим кафе владельцам которой есть женщина из Эмиратов. Оставайтесь с нами, ну, а мы пошли завтракать. Ну что, вот мы уже добрались до нашего места. Это Блейз Бургерс. Это self-made бренд в Бахрейне. Никакой не европейский, ничего такого. Существует вообще миф, что в Ближнем Востоке все шейхи понакупали себе франшизу, и они ничего не умеют создавать или открывать. Это неправда. Это место доказательство обратное. Блейз Бургерс специализируется, естественно, на бургерах. Это американская концепция. Очень похоже на, в принципе, типичную американскую бургерную. Мы пришли с утра пораньше, поэтому сейчас время завтрака. Вот менюшка. Здесь вы можете заказать бургеры с различными наполнителями. Есть бургеры с мясом, конечно же, яйцом. Есть с омлетом. Есть только с белком. Различные сэндвичи, в том числе и всякие сайды, такие как хашбрауны или грибной хаш. Мы сейчас попробуем один из их классических бургеров, который представлен на завтраке, и расскажем, как он по вкусу. Дело в том, что я хочу немножко поделиться с вами идеей, что вообще важно в бургерах. В бургерах важно, конечно же, это булочка, это мясо, самокотлета, качество приготовления и, конечно же, соус. Все остальное, скажем так, это дополнение, которое вы даже сами можете себе миксовать. Ну, пока мы ожидаем наш бургер, хочу рассказать о истории происхождения. Я уверен, что многие из вас знают, что бургер происходит от полного названия «Гамбургер». Придумали вообще и пошло это название от второго по величине города в Германии, города Гамбург. Переселенцы из Германии, приехавшие в Америку, по привычке готовили бифштексы, рубленое мясо, телятину. И обычно подавали с хлебом сверху. Так выглядел вообще первый в мире бургер. Бургер в привычном для нас виде появился в 30-е годы прошлого века в штате Канзас. Впервые, когда Уолтер Андерсон открыл сеть закусочных гамбургерных «White Castle». Именно с этого момента принято считать рождение великого гамбургера. Музыка. 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 В этом году началась история самого популярного и масштабного бизнеса, основанного на гамбургерах. Конечно же, Макдональдс. Макдональдс. Все знают, что именно в этом ресторане впервые в нашу эпоху, в наших странах мы попробовали бургеры. И принято считать, что именно там они и родились. Но это неправда. Теперь вы знаете, откуда растут ноги у бургера. Музыка. Музыка. Ну что, вот нам принесли наш аппетитный завтрак. Походу, надо сделать вот так. Ну что, выглядит аппетитненько. Булочка-бриошь, яйцо, сливочный соус, мясо и бекон. Вот так вот выглядит наш сегодняшний завтрак. Что интересно, хочу рассказать, наверное, многие не знают, что в мусульманской стране запрещено вообще продавать в ресторанах свинину. Поэтому рестораторам приходится выкручиваться и придумывать бекон из говядины, саму котлету добавлять либо же курдюк, либо же использовать более жирную телятину, говядину. Кто-то допускает использование кобы, либо ваги, мраморной телятины. В данном случае ребята заверяют, что это ваги. Сейчас будем пробовать. Хочу также сказать, что очень важно в бургере три основных составляющих. Первое, это, конечно же, котлета. Котлета должна быть сочной, мягкой, не пережаренной, не сухой. Второе, это булочка. Булочка должна быть свежей, не сухой, мягкой, чтобы она хорошо сминалась, чтобы вы легко могли съесть. Очень популярное использование это булочки-бриошь, либо же картофельные булочки. Ну и, конечно же, соус. Как говорится, все дело в соусе, и это третий компонент, который решает. Если вы сделаете упор на качество именно этих трех компонентов, любой ваш бургер будет вкусным. Я не просто так заказал бургер вместе с милкшейком, потому что никогда не пробовал такую комбинацию. Расскажу, откуда она вообще появилась. В 2004 году появился на свет такой бренд, как Shake Shack. Наверное, многие слышали о нем. Именно эти ребята придумали такую концепцию, что популярно и вкусно есть бургер с милкшейками. Подхватили тренд все маленькие бургеры по миру, и сейчас это уже нормально, пить и есть вот такую комбинацию. Давайте пробовать, почему это так популярно и что же в этом такого. Приятного аппетита! Есть привкус дыма. Прямо есть ощущение, что бургер приготовлен на открытом огне. Это, конечно, добавляет ему плюсов. Булочка, скорее всего, покупная, но хорошая, свежая, вкусная. Это бриошь. Не могу разобрать соус. В меню написано, что это хабанеро майонез. Остроты пока не чувствую, но, в принципе, вкус необычно. Давайте попробуем милкшейк. Очень сладкий. Ну, скажем так, маркетинговый ход был прекрасным, потому что одновременно ресторан продавал и напиток довольно сладкий, дети на него велись, да, и бургер. Зачастую еще присутствует картофель-при в такой комбинации. Мне не нравится категорически. Это мое субъективное мнение, но я никому не советую заказывать одновременно милкшейк вместе с бургером. Так же, как не советую заказывать и Кока-Колу. Наслаждайтесь вкусным бургером, если это хорошая, вкусная, сочная котлета, душистая булочка, то я уверен, что вы кайфанете без всяких дополнительных напитков. Вот. Ну, я обойду к своему бургеру. До скорой встречи. Друзья, ну а с этого момента обязательно смотреть всем и до конца. Потому что я сейчас вам покажу место, секретное место, где нужно есть десерты, неважно даже, какой вы выберете, в Дубае. Это Митсен Трейс. И именно здесь скупаются все локалы, которые есть в Эмиратах. Давайте посмотрим, что же они продают. Я реальный фанат этого места. Я пробовал все десерты, которые вы здесь видите. Расскажу предысторию. Владелец этого заведения, хрупкая леди из Эмиратов, Анна Хашемни, которая открыла это заведение спустя два года, как она вообще начала заниматься и увлекаться десертами. Как это было? Пару лет назад она родила детей, и просто ей было скучно сидеть дома, и она начала готовить различные десерты. Как хобби. Когда однажды она приготовила для своих друзей на день рождения десерты, все попробовали и реально сказали, что ей нужно это развивать, и начали заказывать у нее там на всякие праздники себе тоже торты и десерты. И все потихоньку-потихоньку росло в таких домашних условиях, пока муж ей сказал, слушай, давай мы откроем тебе кафе. И вот так появился первый Митсен Трейс. В Арабских Эмиратах, конечно же, очень популярны десерты на их лад с добавлением шафрана либо же фиников. Так вот, у них есть очень классный десерт вот желтенький шафрановый чизкейк. Он просто невероятный. Тоже всем обязательно попробовать. Рекомендую. Так, ну а если вы хотите перенестись в сказку про Аладдина, то вам необходимо заказать следующий десерт. Это дейт кейк, десерт с финиками, который обязательно нужно запивать арабским кофе с кардамоном. Отличное сочетание, на самом деле, дополнит ваш прекрасный теплый вечер в Арабских Эмиратах. Вы себе даже не можете представить, одним из бестселлеров есть наш десерт, наш торт, который мы все с вами ели в детстве. Это медовик. Очень странно, но почему-то в Арабских Эмиратах он очень популярен. Я не видел столько мест в Украине, в России, где бы продавали хани кейк, а здесь он прям на каждом шагу. Так вот здесь он один из лучших в городе, всем советую попробовать. Но сегодня мы будем пробовать десерты, которые пользуются популярностью именно у локолов и которые, ну, наверное, зарабатывают процентов 30 с прибыли этого заведения. Это милк кейки либо тризлечес, которые состоят из спонжа и трех видов молока. Мы обязательно попробуем их сегодня. Интересные факты о тризлечес и его происхождении в том, что они стали популярны в первую очередь в Латинской Америке. В бедных странах десерты это была роскошь и поэтому просто куски белого хлеба было принято пропитывать в сладких сиропах различных вкусов, в том числе и сладкого молока. Так появился первый молочный торт милк кейк или трехзлечес. Но в настоящую популярность этот десерт приобрел во всем мире после того, как в 1940 году компания Nestlé нанесла на этикетку рецепт приготовления этого десерта, так как одним из основных ингредиентов является сгущенное молоко. Вот тогда-то весь мир узнал, насколько он вкусен. На сегодняшний день эти десерты готовятся различными вкусами, начиная от фруктовых, заканчивая различными специями. Ну вот так вот. Сейчас будем пробовать, какие же есть у ребят десерты с какими вкусами здесь. так, ну вот моя любимая коллекция трезлечес. Фисташковый, шафрановый, шоколадный, роуз фалуда и ванильный. Какой бы вы выбрали из этих вкусов, напишите в комментариях. Первые три человека, кто напишут, я угощаю вас этим десертом. Пишите мне в инстаграм в личном сообщении, либо же оставляйте свой инстаграм под описанием, какой бы вы десерт хотели попробовать и я обязательно вас угощу им. Ну, а мой любимый шафрановый, поэтому я буду пробовать. Как вы видите, все очень просто. Спонж, который пропитан сгущенным молоком с добавлением взбитых сливок и какого-то еще молока. в общем, что я вам могу сказать? Приходите в Мидсинтрейс, я угощаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok